Всем привет! Меня зовут Джина. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю про нашу жизнь в Южной Корее. У нас интернациональная семья. Я калмычка, мой муж кореец. Наш сынок младший. Старшего мы оставили с бабушкой. Он заболел. Мы тем временем едем в город Тегу. Ехать там 4 часа. Нас пригласили на свадьбу. Свадьба сама будет завтра, но мы выезжаем пораньше, так как не успели бы приехать вовремя, если бы выехали бы завтра. Нам сняли классный отель. Все оплатил жених, друг мужа. И мы проведем всего лишь один день, одну ночь. И завтра уже возвращаемся после свадьбы сразу в Сеул. Где Элька? Помаши ручкой. Говори привет! Привет! Мы заехали на перебалочный пункт пообедать, на дорогах пробки. Будем уехать не все 4 часа, а все 5 часов, если не больше. Выходные все куда-то выезжают. Себе съели мне заказала Данкасе. Это свиная котлета, внутри сыр. Очень вкусно, и Элька тоже сможет поесть. А муж заказал себе пиппимбап. Это рис с овощами. Добавляется красная острая паста. Все это перемешивается, и можно есть. Вот что я купила. Получаются такие штучки, внутри них заварной крем. Также мы взяли, я взяла чай с персиком, а у мужа лимонад. Мы едем дальше. Осталось 150 километров. По дороге в Тегу мы решили заехать в город Антон, чтобы посетить корейскую традиционную деревню со старинными домами. Корейсы жили в таких домах в период Чусон. В городе Антон популярным десертом является сагвапан. Это булочка в форме и в виде яблока. Реально оно выглядит как яблоко. Внутри яблочная начинка. Мы с мужем тоже хотим купить себе и на подарок, но позже, потому что здесь сейчас очень много людей. Билет на взрослого стоит 5 тысяч вон и на ребенка полторы тысячи вон, на подростку две с половиной. В общем, недорого. А вот до шести лет дети бесплатные. И после шестидесяти пяти лет взрослые бесплатно проходят. Мы сели на автобус, который довезет Тест до самой деревни. Оказывается, она находится не так же близко. А вот и карта деревни. Мы ее всего, конечно, не успеем обойти, тем более с моей скоростью. Посмотрим на традиционные дома, в которых раньше жили корейцы. Их тут очень много. Такое чувство, будто мы попадем сейчас в историческую драму. А вот и тренинг. традиционные корейские маски продают можно забронировать велосипед у нас малыш поэтому мы пешочком во многих домах до сих пор живут люди и хоть это туристическое место нужно соблюдать тишину чтобы не беспокоить жильцов хотелось бы зайти посмотреть как выглядят домики изнутри но не во все дома можно зайти как раз таки по причине того что в них живут в некоторых дворах есть современные машины но сами жители деревни предпочитают больше носить корейские традиционные костюмы вот как вы можете увидеть на этом дедушке очень интересное место такое реальное чувство что мы с мужем попали настоящую драму историческую исторические драмы кстати называют сагык муж говорит что он бы пожил в такой деревушке но я бы сто раз подумала потому что мне ближе всего цивилизация но если вы хотите испытать такой вот быт на себе можно снять на сутки либо же на несколько дней какой-нибудь из этих домов посередине деревни расположено дерево мы сотни лет вот так огородили а здесь можно написать желанием мы ждем наша очередь здесь так спокойно мы записали наше желание привязали их этому забору здесь их очень много здесь наши желания сбудут мы нашли небольшой музей который посвящен покойной королеве елизавете второй она побывала в корее именно в этой деревне свой день рождения такой вот именинный праздничный стол ей накрыли посмотрите сколько всяких разных блюд огромное количество во время своего визита королева посадила дерево это было в 1999 году и по сей день остались лопаты которыми пользовались при посадке того самого дерева и после кончины королевы напротив этого дерева установили мемориальное пространство куда приходили люди оплакивать королеву ты со сне 400 лет вот дедушка только что приехал на машине не зашел к себе домой корейской традиционной одежде здесь можно и хозяйством заниматься что-нибудь выращивать в таком домике жить таким вот видом красивым мы нашли еще один музей с масками разных культур и народов вот здесь вот представлены индонезийские маски они выглядят жутко пугающе но маски так и должны выглядеть чтобы отпугивать злых духов и разную нечисть рассказывается подробно про маски про их историю про то для чего их использовали и в общем все культуры народы объединяет то что маски использовали для отпугивания нечисти злых духов ну выглядит они реально устрашающе главное чтобы это потом не снилось мне в кошмарах или кстати нравится он так разглядывается интересом мы зашли в сувенирный магазин мы 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 сейчас хотим купить вот эти вот зонтики в подарок маме и тете думаю им понравится это ручная работа здесь также их дают в аренду можно еще купить абсолютно новые все восхищаются или какой ребенок милый спокойный но это так надев только не а 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 мы пришли в шиктан традиционном стиле или здесь нравится можно ходить выходить на беседку что сидим на полу ждем заказ а 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 и а В Антоне популярным блюдом является чем так выглядит это блюдо таким вот образом. Это курочка с разными овощами. Елька кушает. К вечеру людей стало намного меньше, и теперь мы наконец-то сможем купить эти популярные десерты, которые выглядят как яблоко. Мы вдоволь нагулялись, посмотрели на красивые старинные дома, в которых раньше жили корейцы. Вкусно поели, купили сувениры, также подарки. И сейчас мы поедем в Тайгу. Нам ехать еще где-то полтора-два часа. Надеюсь, что пробок уже не будет, и мы доедем спокойно. Такая вот красота здесь вокруг. Ну что, давайте попробуем эту штучку. Это сакопан, булочка с яблоком. Выглядит очень красиво, как вы уже видели. Будет ли вкусно? Не знаю, посмотрим. Вот так вот выглядит. Мы иных клиентов сюда приехали в отель. Осталось только зарегистрироваться в Толщик-Куши. Идти отдыхать, мы так устали. В общем, день в этом все тяжелый, но зато мы провели время весело. В этом же отеле будет проходить свадьба. Правда, мы завтра выселимся из отеля и поедем к тете в гости. Тетя мужа живет в Тайгу. Мы навестим ее, я с ней впервые увижусь, познакомлюсь. Она впервые увидит и Эли. И она даже не знает, что у нас третий малыш на подходе. Будет такой вот сюрприз. А после мы вернемся снова сюда, уже на саму свадебную церемонию. Заселились в номер. Номер довольно-таки большой. Вы, правда, еще не видели? Да. Здесь она я. Отдельно гостиная. Спальня. У меня кровать у нее. И здесь ванная. Жалко, что я не взяла за собой бомбочку для ванны. Душевая, санузел. Две раковины. И снова мы попадаем к входной двери. Много так места. Мне прям нравится. Спасибо за просмотр. Продолжение будет в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok